Всем подписчикам и случайно заглянувшим моделистам масштабный привет. Сегодня домашняя съемка без напряга. Недавно я обозревал танк Шерман от компании Звезда. Сегодня по многочисленным просьбам трудящихся расскажу о другом проекте, который я затеял для большого фильма. Итак, танк ИС-2 от компании Звезда. Почему? Дрэгон сейчас днем с огнем не сыщешь, остается Тамия. Тамия стоит от 4000 рублей плюс все допы и модель для меня получается золотая. По оценочному суждению цена завышена, денег она таких не стоит. А тут захотелось поковыряться со старым набором Звезды. Тем более люди делают из них неплохие модели. Ходовую часть пришлось дорабатывать. Отбойники, балансиров и отпорные катки я заменил на смолу от компании ЭВМ. Брал их в магазине enosh.ru. И первый привет я передаю своему другу Алану Березину. Далее я решил заняться ходовой частью. Болты от Мастер Клаб мне подогнал мой друг Роман Смирнов. Тоже из бывших запильщиков БТТ. Теперь красят миниатюру. Рома, спасибо тебе большое. Я взял недорогие траки от компании МСД. В простонародье макет. Это как бюджетный вариант. Для меня это просто супер. Все как надо. Соблюдены левые и правые. Ну тут мне больше сказать-то и нечего. Есть в этой модели недоделки. Но это понятно. Такие вещи быстро не делаются. Но кафе я получил офигенный. Теперь поговорим о платах фототравления. Их я брал в магазине моделист на Комсомольской. Парням я передаю привет. Особенно Димону. Надо ему позвонить. Здесь начинается самое интересное. Значит ознакомился я с инструкцией и не понял, а где собственно колпаки на смотровые приборы. Не знаю как они точно называются, но не суть важно. Меня это конечно сильно огорчило. Видно поспешили разработчики. Так как на презентационных фотках они были. Видимо их взяли из набора ИСУ-152 и они не соответствуют реалиям. Пришлось мне искать другое травло с этими колпаками. Нашел я его в плацдарме за 180 рублей. А везде оно сейчас лежит по 330 и выше. Собственно вот так эти детали выглядят в реалиях. Ну а микродизайн при всем моем уважении к ним схалтурил. Но ничего это дело поправимое. Вторым вопросом которым мне надо было решить найти ствол для этой модели. Им вот оказался ствол от компании Model Gun. Павлу Кузнецову масштабный привет. Надеюсь Model Gun возобновит производство тросов и коушей в ближайшее время. А мне пришлось за ними лезть в заначку. Паш давай не тяни. Выпускай коуши с тросами. Потому что еврика по 400 рублей. И вот больная тема. Не думаю что компания Звезда это услышит, но силой мысли постараюсь донести до них следующее. Смотрим ствол. Угу. Он восьмеркой. Теперь для примера кручу металлический. Теперь понятно, да? Так купит юный начинающий моделист и поставит себе танк на полку с кривым дулом. Так и хочется сказать голосом Юлии Волковой из группы Тату. Дорогие мои, так больше нельзя. Давай звездочка в 23 году ИСы, ИСу. Не валяй дурака, как пил Расторгуев про Америку. Ну а я обращаюсь к специалистам. У кого по мать части есть фото проводки под фару? Пульните пожалуйста в группе ВК в комментариях. Буду благодарен. Не могу ничего найти в разумительного. Google и Яндекс не в помощь. В дополнение еще антенна от Model Gun. Паша. Как вы видите, я ее перенес ближе к командирской башне. Сварные швы я делаю не особо выделяющиеся, потому что считаю, что они должны быть в меру. Так, теперь немного о фигурах. Для этого танка, конечно же, они будут. Нашел вот от Мастер Бокс вот такого танкиста. Лицо, правда, никуда не годится. Голову надо заменить. Ну и по традиции тема на злобу дня. Орудие танка устанавливалось на болтах. Есть подтверждение фото с заводов и производства. Как видно, на многих машинах сварочный шов на стыке отсутствует. Но и на некоторых присутствует. Как бывший электросварщик могу заверить. Такие соединения, тем более на боевой машине, для прочности проваривались. Либо изнутри башни танка, либо снаружи. В группе ВК есть пруфы. Так что, кому интересно, могут ознакомиться и посмотреть. Имитацию брони я выполнил томийской шпаклевкой и жидким клеем. Смешал эти составы в однородную массу. И натыкал жесткой кистью, которую взял от бумажного клея. Закрыл черным пластиком в корпусе щеля. Звезда, давай уже перевыпусти С-2. Надо скарб придумать. Как я говорю, некий декор, который придаст более боевой и такой суровый вид моей модели. В завершение культуре поведения. Все новые зрители, даже так бывает, что и старые, которые приходят ко мне в мой дом на ютюбе. Не всегда себя ведут подобающим образом. Порой даже не разуваются, плюют, мусорят в комментариях и спокойно уходят. Я, конечно, привык к различным нападкам и ко многим обвинениям. Но прошу вас уважать мой труд. Какой бы он ни был. Нравится вам или не нравится. Конструктивная и обоснованная критика всегда приветствуется. А вот для вышеперечисленных, мои двери дома будут закрыты. Надеюсь на понимание. А на этом я с вами прощаюсь ненадолго. Меня зовут Александр Бодриков. Моделист без стажа и без вредных привычек. Будьте, пожалуйста, добрее. На этом все. Всем спасибо. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал.